Собственно, всем привет! Ребята, это Дала Дым И сегодня у нас будет на обзоре Довольно таки не дешевый кальян Довольно таки лимитированная версия И довольно таки мне придется его вернуть Но мы все таки снимем Потому что на него уже много людей сняло обзор Но у меня есть немного своя позиция Так вот, давайте немного разобраться Что это за кальян Это Фуриус Это Маклауд Фуриус Фуриус Ну, непонятно, короче, как Он идет вот в такой вот пиздатой коробочке Соответственно, с номером индивидуальным То есть у меня номер 10 Это 10-я выпущенная серийная модель Так сказать, да? Лимитированная серийная модель И она у меня 10-я Так вот, теперь давайте, собственно, разбирать Что у нас внутри Все, наверное, уже давно знают Что компания Маклауд Начала углубляться в дизайнерские кальяны Именно в мелочи Так как у них есть своя базовая модель Поэтому они спокойно могут делать Именно что-то то, что им душе угодно И на что им не жалко денег При этом это стоит не очень дешево И это покупают Давайте начнем все-таки с коробочки Что у нас есть в этой коробке В первую очередь хочу обратить внимание Что в этой коробке Идет сертификат владения Ограниченной серией Десятое Furious Здесь, походу, должен писаться Кто владелец этого кальяна Также мастер проекта Теркин Александр И дизайнер Беляш Виталий Беляш Виталий Так вот У нас есть Вот такая вот шахта Она выполнена В виде такого Скелета У которого голова сделана Из настоящего шара Для боулинга Если просто к нему Внимательно присматриваться То мы можем заметить То, что реально Это настоящий шар Распиленный И интересно Сколько они шаров Перехуярили Также На задней стороне Головы байкера Есть собственно Тоже десятый номер То есть Десять, десять Здесь Десять, здесь Десять Где-то там еще Так вот Она выполнена Из нержавеющей стали Соответственно Все очень аккуратно Все грамотно Кальян полностью Разборный Можно прям вообще Его полностью раскрутить Разобрать И все это собственно Потрогать Также есть накладочка Из кожи С красным С красным швом Очень круто Все сделано Нержа Все дела Также По курительным Качеством Все осталось Так же Как и в старых Кальянах А колба Здесь сразу скажу Она не продувается То есть Как бы ты не дул Как бы ты не продувал Но колбу Ты не продуешь Здесь Это вся проблема Связана с основанием Которую я очень давно Прошу поменять Компанию Маклау Так вот Все очень аккуратно Обработано Дальше идет У нас Нижняя погружная Шахта Она То есть Немного сделана В виде такого Болта То есть В виде закрутки И колба у нас Имеет резьбу То есть Здесь Очень круто Выполнено то Что здесь идет Нестандартная колба Которая идет Со стандартными Маклаудами Да Здесь идет Такая уже Я не знаю Как форма называется Правильно Идет такая уже Колба И соответственно Все это на резьбе Здесь также Есть название Furious 10 То есть Максимально Все пробрендировали У них была Другая модель Skywork Skywalker Что-то такое Там была брендирована Только коробка И многим Это не понравилось И они хотели Именно чтобы Их кальян Тоже был Именно нумерирован Пронумерован Но Компания Все Маклауд Все это Исправила В новом кальяне Так давайте Мы сейчас Закрутим Эту шахту Потихонечку Начнем его Собирать Пока у нас Греется Чашечка В чашечке У нас Табак Милана Дынька Немецкий Табак И Довольно таки Хороший Так Интеграцию Я отыграл Идем Возвращаемся К Маклауду Так Собственно Чтоб череп Блять Смотрел на вас Тебе сука В твои глаза Блять Так Идем дальше У нас есть Мунштук Сделан тоже Довольно таки Круто Из нержавейки На него Спокойно Залазит Мой Мунштучок Также Спокойно Снимается Также Здесь есть Такая Накладка Из кожи С красной Срочкой Есть Есть шланг Есть шланг Обычный шланг Софт тач Черного цвета С коннектором Который тоже На резьбе И я хочу сказать Что Не очень круто Маклауд Когда Ты покупаешь Обычный Маклауд То там Он уже Как бы Заранее Вкрученный И шланг Можно высовывать Засовывать То здесь Засунуто Так Я так засунул Что я не могу Теперь вытащить Поэтому приходится Его постоянно Закручивать На конце Резьбы Есть О-ринг Резинка Чтобы было Все максимально Герметично По цене Данный кальян Стоит В районе 55 58 Тысяч Вроде Я точно Не помню Его цену И у меня Начинается Геморрой От вот этого Закручивания О-боже Дай мне сил Так Все мы вкрутили Сейчас вставим Наш мундштучок Кальян воду Не глотает То есть Даже если вы Немного перелили За счет Хорошей Правильной Вколбы Вода Не попадет Вам в рот Что касается Блюдца Оно очень Нихуево Прикручено сюда И я даже Про него Сейчас немного Забыл Блюдца Здесь выполнена В таком стиле Дисков BBC То есть Это Такой Как сказать Кальян Водителя Не знаю То есть Любителей Япона Япона Здесь 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 Есть Пакетик С Дополнительным Клапаном Шайбой Клапана Резинкой Которая идет Под шахту И конечно же Собственно Уплотнителем Под чашечку А что хочу В принципе Сказать Как я и говорил Курительные качества Они остались На таком же уровне На каком и были То есть Ничего Вау 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 Компания Маклау В плане Именно Курения Они ничего Не придумали Но Они сделали Собственно Эту модель Давайте Собственно Раскурим Наш табачок И Просто Покурим Так вот Что я и говорил Насчет Выдува Колбы Продув Работает Хорошо Не спорю Если Не сильно Прям дуть Как ебанут Не знаю Фанатик Который Дует Вот так То Его не затопить Допустим Как обычные Модели Маклауда Но То что Не продувается Колбы Это Большая Проблема Не то Что До Кальянщиков Вы для Профессионалов Да А Профессионал И кальянщик Как бы Там Ну Такой Ярый Любитель Кальян Он всегда Этот дерьмо Сможет Прокурить В себя Но Что делать Людям Которые Не могут Сильно Прокуривать И Остаточный дорогой, а он лимитированный и он явно больше для продажи, чем для меня. У меня и так Маклаудов до хера дорогих, но этот тоже круто выглядит. По курительным качествам все осталось так же хорошо, как и на прошлых колянах. Единственное, они улучшили, наверное, сам клапан, потому что он стал меньше залипать. И можно рискнуть дунуть посильнее. Также, что касается колбы, на ней есть две печати. Это гликоль, нет, не пропиленный гликоль. Короче, печать на стекле, которая не смоется, и ее даже, собственно, ножом не прошоркать. Она просто прям впечатана в саму колбу, и поэтому вы можете не бояться, что он у вас сотрется. Как-то так. Не знаю, есть как бы и плюс, и минус того, что колба все-таки на резьбе. Мне, допустим, не всегда нравятся кальяны на резьбе, но иногда это очень охуительно, когда ты катаешь смену, и тебе не нужно нести за колбу. Ты можешь спокойно взять за шахту, блядь, и понести его. Вы сейчас скажете, нужны нормальные резинки, блядь, нужно ухаживать. Нет. Бывает такое, что даже, сука, без резинки шахта не может залезть в колбу, блядь, понимаете? Колбу сейчас делают отвратительного качества. То есть, если раньше ты спокойно покупал, блядь, кальян, к нему колбу, и все залазило заебись. Сейчас же наделали дохуя колб, дохуя разных резинок, которые по размеру все разные. Поэтому приходится и банить, либо ножницами подравнивать, либо наматывать скотч. То в таком случае резьба вытаскивает. Ты просто взял кальян и понес, куда тебе нужно. Кстати, он достаточно тяжелый, и поднять его не так легко. В принципе, я думаю, что про него еще рассказать такого. Мундштук тоже полностью раскручиваем и разбираем, и можете его помыть, можете его вообще нахуй не мыть. Тут уже как вашей душе угодно. Что еще сказать? Блюдца пиздатые, мне нравится. Клапан, вот нужно чуть пошире его сделать, чтобы ход шарика был получше. Обязательно въебать китайскую подсветку на пульте управления. Я, кстати, сейчас идею для Маклауда придумал, чтобы они сделали следующую версию, я им сейчас напишу. Поэтому, собственно, это кальян Фюриус от компании Маклауд. Такой дорогой монстрик. Довольно-таки красивый, практичный и, самое главное, курибельный. То есть, его можно курить, блядь, вообще. О, взял, забил, покурил и достаточно, да? Это у меня один друг с Алматы, он был армянин. Он мне как-то звонит, когда я еще жил в Алмате, и говорит, да, блядь, я себе кальян, говорит, за 120 тысяч рублей купил, приезжай смотреть. Я думаю, блядь, что за кальян он купил за 120 тысяч рублей? Короче, приехал я к нему домой, он говорит, привози табак, раскуримся. Я приезжаю, и знаете, что я вижу? Я вижу, блядь, кальян Агер с вот этой крутящейся хуйней, покрыт стразами, алмазами и там парочку, наверное, зоозолотых деталей. Короче, просто на старый кальян нахуярили алмазов, бриллиантов, блядь, покрасили некоторые детали, золотом покрыли, и вуаля, со 20 тысяч кусков он этим выебывается. Здесь же не то. Здесь это все, помимо того, что красиво, это все как бы еще и курица. Поэтому я тогда вот дым, такой маленький выпуск про кальян Фуриус. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok